ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Страховые компании отказались давать скидку на ОСАГО автовладельцам, которые продолжат проходить технический осмотр в добровольном порядке. На это в прошлом году страховщикам намекали чиновники. Но они ведь не настолько глупы, чтобы по собственной воле лишаться прибыли. В общем, проходи или не проходи, ты, о, ради интереса будешь платить за автогражданку столько же. Кроме того, страховые компании пригрозили регрессными исками тем водителям, которые устроили ДТП, находясь за рулем явно неисправного автомобиля. ТРАССА 101 Вот это да. ГИБДД начала финансово поощрять граждан за то, что они сообщают о нетрезвых водителях. Для примера, издание «Автоньюз» приводит с новой уренгой, где автомобилист получил от госавтоинспекции 4000 рублей после того, как сдал нетрезвого шофера. Нарушителя задержали. В ведомстве уточнили, что деньги выделяет не оно. Это решение правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. ТРАССА 101 Насколько реально в прошлом году подорожали новые машины? Этим вопросом, сообщает Автомейл, задался один из банков, который изучил не ценники авто на сайтах производителей, а цифры в договорах купли-продажи. Там отображено и всевозможное дополнительное оборудование. Оказалось, что стоимость некоторых экземпляров подскочила в два с лишним раза. Например, это Мерседес Бенз С-класса, который подорожал с 6 миллионов до 12 с лишним миллионов рублей. Порше Каен прибавило в цене более 70%, в Киа Рио Икс Лайн ровно половину. Результат примерно в 45% продемонстрировали самые народные модели Лада Гранта, Веста и Ларгус. ТРАССА 101 В прошлом году в нашей стране вырос спрос не только на новые премиальные легковые авто, но и на поддержанные возрастом до трех лет. По данным специалистов компании Авито, они стали востребований почти на 20%. Основной популярностью в этом сегменте пользовался Мерседес Бенз С-класса со средним ценником почти 3,5 миллиона рублей. На втором месте БМВ пятой серии 3 миллиона 250 тысяч. На третьем БМВ третьей серии. Средняя стоимость 2 миллиона 800 тысяч рублей. ТРАССА 101 Не очень распространенный в России автомобильный бренд Isuzu напомнит о себе новинкой. С марта японцы запустят у нас продажи рамного внедорожника MUX второго поколения. Стоить он будет в районе 4 миллионов рублей. Машина достигает в длину почти 5 метров. Двигатель дизельный, объемом 3 литра, мощностью 190 лошадиных сил. Трансмиссия 6-ступенчатый автомат. В списке опций присутствуют дистанционный запуск мотора, интеллектуальная система управления светом, система помощи при парковке, настраиваемый ограничитель скорости. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова